Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфлят Пародоцелители. Мы говорим о здоровье. Тема «Зависимость от животного сырья и витамины». Продолжается эта тема. Будет разговор о витамине D. Снова к нему возвращаемся, потому что это одна из основных пугалок сейчас. Это витамин D, это эссенциальные жирные кислоты. То есть омега-3, это B12 и кальций, например. И все время мы к этому возвращаемся, потому что никак нам нет никакого окончательного решения, что зависим мы от каких-то внешних источников по этим перечисленным компонентам. По кальцию, естественно, да, но в какой форме? Тут тоже отдельно опять буду делать ролики, потому что по этому растительному кальцию, да, или кальций животного происхождения. Возвращаемся к витамину D. Написал молодой человек, что, видимо, с изменением в питании, да, вот у него, скажем так, хотя нет упоминания про питание, просто вот низкий показатель в крови по метаболитам витамина D. Здесь сразу надо заметить. Во-первых, очень важно в крови, это не общий запас в организме. Следующее. Никто до конца толком не понимает, что такое витамин D. Это различные метаболиты, их 25, кто-то называет 100 метаболитов. То есть это какой-то, какая-то цепочка реакций. И, то есть это, по сути, целая система, как и вот и B12. Хорошо. Значит, какой-то показатель в крови какого-то вот метаболита низкий. Человек себя плохо чувствовал. И, отпринимав какой-то препарат, скорее всего, это был, ну, какой-то, не просто какой-то там рыбий жир, либо экстракт растений. Видимо, это какое-то лекарство, да, то есть какой-то синтетический компонент. Может быть, еще что-то туда добавлено. Человеку стало легче, и показатель в крови восстановился до нормы. Здесь человек очень интересно отреагировал на это, что, да, да, мы независимо от омега-3, B12, с кальцией. Но вот с витамином D никак. То есть не получится. Особенно, если вы живете в России, где угол наклона солнца вот такой, что не может он просто синтезироваться. То есть во всем виновата солнце, а жить надо в субтропиках, как завещал нам Михаил Советов. И здесь очень важный момент, когда мы пытаемся перенести свой какой-то опыт на всех других и найти какое-то общее обоснование. Хотя здесь можно предположить, что просто есть какие-то проблемы у самого человека. Я уже говорил о том, что и биолокационно, вот просматривая пациентов, я только один раз встретил сниженный запас по витамину D вообще в организме. Это было 73% от стопроцентной нормы. Там был виноват недостаток, острый негатив по минералам. Во всех остальных случаях запас более 90%, там 91-93%. И в том числе у сыроедов, в том числе у фруктоедов и даже тех, кто на соках. А вот, кстати, я не выдержал, по молодому человеку на сайте я ответил, вот в общем, обратил его внимание, что здесь нужно копаться, почему именно у него такая серьезная проблема. И здесь не дождался я разрешения, стал как бы искать эту проблему у человека сам. Я посмотрел, у него уже снижает, во-первых, запасы витамина D у него около 3%. То есть это реально его проблема, очень серьезная. Что касается текущей показателей в крови, он уже на нижней границе нормы у него, по вот тому самому метаболиту. Хорошо, тогда мне стало очень интересно все-таки, почему вот у конкретно данного человека такие проблемы с витамином D. какие параметры я стал смотреть, смотрю микробиота, претензий нету, то есть я увидел, что есть снижение по витамину, да, ну то есть негатив, снижение именно в баланс, то есть идет динамика снижения, запасы не пополняются, а снижаются. И у этого негатива, я стал искать причину, микробиота, кожа нет. В коже все, как бы все, что нужно делается, да, для вот этой, скажем так, цепочки, которую можно назвать витаминизация организма, вот по D, да. Желчь нет, поджелудочная вообще не участвует, печень нет претензий, желудок не участвует, эндокринные железы, нейронная сеть, да, может быть какие-то, ну, эпифис, гипоталамус, гипофис, щитовидку, надпочечники, посмотрел, нет, не виноваты. Селеземка не участвует, даже без нее будет идти вот этот, скажем так, цепочка вот этих реакций. Минералы? Нет, дело не в минералах. Токсины какие-то, может быть, что-то там мешают? Нет, дело не в интоксикации. И тогда я подошел к, вспомнил, что у нас на самом деле, вот как и в усвоении кальция, кстати, марганца, цинка, железа и меди, участвует 12-перстная через синтез слизистых определенных веществ, которые далее уже способствуют тому, чтобы правильно срабатывала микробиота в обработке вот этих элементов. То же самое с, вот, скажем так, цепочкой этих реакций, которые связаны как бы с пополнением организма витамином D, его метаболитами, там участвует 12-перстная. И в слизистой должно вырабатываться вещество, которое далее уже дает как бы команду, помогает микробиоте синтезировать какие-то дальше вещества в этой цепочке. Цепочка, скорее всего, очень сложная, она не раскрыта. И ученые, в принципе, подтверждают, что до конца они не понимают всю цепочку по вот так называемому витамину D. Повторюсь, там минимум 25 метаболитов. То есть это различная, это цепочка многих реакций. Так вот, тут там участвуют микробиоты. И я посмотрел, что вот у молодого человека идет нарушение гена. Это вот, да, тут все равно придется работать на метафизике, если это поправлять. Нарушение гена, и из-за этого нету подачи вот этого вещества в 12-перстную, в полость 12-перстной. И микробиота, по сути, не работает в плане именно вот этих реакций, связанных с витамином D в текущем моменте. И получается, что запас, да, падает. Но вот что-то он такое попринимал, то, что это на время исправило. Но я его предупредил, что там идет падение, и опять придется принимать. И опять молодой человек скажет, что во всем виноват угол наклона солнца, который на него вот так ужасно влияет. Но на меня не влияет, я тоже в России, и в Украине у меня есть пациенты, и в Беларуси, да, и в России, ну, в Германии, может, там другой, конечно, угол наклона солнца. Но вот как бы здесь вот мы все время пытаемся перевести стрелки на вот на кого-то, на что-то. Но вообще-то, да, в конкретном случае надо всегда копать, выяснять, почему, что означает вот анализ, да. Бывает, что у человека может быть 12 быть ниже нормы, но он хорошо себя чувствует. И вообще-то компенсаторная реакция, и запасы пациана к оболамину большие, да. Там гемоглобин тоже, к примеру, может быть низкий. Надо смотреть, изучать с разных сторон. Ну, проще всего, конечно, там что-то начинать принимать и, по сути, приговаривать себя к пожизненной зависимости. В зависимости в данном случае от химического вещества, да. Но кто-то начнет есть и животное сырье, и как бы тоже в надежде, что как-то это поправит ситуацию. Это вся вот эта проблема зависимости. И я молодому человеку тоже написал там на канале, что вот пока мне удается по всем витаминам и по омега-3, в том числе, как там жирная кислота, да. Вот по всему, что как бы нам презентуют как вот эссенциальное, как вот что-то там, что нужно в себя пихать извне, мне удается пока все время обходиться без животного сырья, без какого-то, ну, скажем так, тяжелого растительного. Временно, да, бывает помощь в фитотерапии, но я все время вижу, что все это у нас синтезируется. Просто нужно помочь организму, либо микробиоте, либо в 12-перстной, да. То есть, видите, причины могут быть в разных местах. Это может быть где-то что-то с печенью. Но в любом случае важно обязательно работать по восстановлению своей собственной способности к самообеспечению. И попытки химические, скажем, как-то принимать какие-то химические средства, они очень опасны. Это ксенобиотики, и мы не знаем до конца, как это действует. То, что временно идет какой-то эффект, хорошо, но какая расплата за этот эффект, если это какое-то химическое вещество, какая нагрузка для печени, да, и так далее. Мы до конца этого не знаем, можем биолокационно смотреть, но всегда на любое лекарство ничего хорошего мы не найдем. На то это и химически синтезированное вещество. И повторюсь, что пока я вижу четко так, что витамины это то, что организм делает сам для себя. И если смотрите, даже ученые сейчас подтверждают, что даже молекула воды извне, она не наша, ее надо переструктурировать, чтобы у нее был определенный угол между атомами водорода, конфигурацию, да, переконфигурировать. Но неужели вы думаете, что если к воде это относится, что это не относится ко всем другим более сложным веществам? Нарушения, искажения которых намного может быть страшнее. Это тоже, что касается, кстати, жирных кислот, вот, например, да. И те же аминокислоты или углеводы, да, и какие-то вещества, которые напоминают по молекулярной только формуле витамины. Но аскорбиновая кислота в капусте, это структурно не аскорбиновая кислота в витамине С. Организм все перестраивает под себя, а что не может, то от того пытается избавиться. А что-то может вклиниваться в метаболизм, да, как, например, тот же там какие-нибудь вещества, напоминающие наши гормоны. То есть это ксенобиотики, которые близки к нашим нативным веществам. Тем они страшнее, как, например, цианид, да, связывается с гемоглобином, потому что вот он похож на СО2, но СО, да, но, прошу прощения, угарный газ, например, да, похож. То есть когда вещество напоминает, оно действует еще здесь страшнее. И как бы я бы здесь вот предостерег от использования каких-то химических, вот, надо разбираться, почему вы в конкретном, вот, почему вы стали зависимы, точнее, почему нету собственного, да, подачи, а не пытаться это пехотизвание. Это вот, видите, здесь человек согласился, что зато вот B12, там кальций, омега-3 у нас есть. Ну, а другой скажет, витамин D у нас есть, а вот с омега-3, да, либо с кальцием, ну, никак. А там опять надо смотреть причину, почему вот у другого человека к свет клином сошелся там на кальций, например, да. И будет отдельный ролик и по кальцию, и очень интересно оказалось, что кальций усваивается не просто в йонной форме, но лучше усваивается не из кислого фруктового мандаринового сока, а из нарзана, например, да. Так что здесь, ну, вот, надеюсь, что как-то все-таки мы с вами будем выходить из этих страхов, зависимостей. И это не какое-то вот убеждение, вот ради убеждения, да, что, ну, если честно скажу, конечно, мне бы не хотелось вот так от чего-то зависеть только потому, что я не в субтропиках. Но, к счастью, вот практика показывает, и мой анализ, да, показывает, что нет никакой вот здесь зависимости. Ну, вот, к сожалению, есть развод и нежелание, либо неготовность именно копаться вот в своей, в настоящей причине. Андрей Широков, ЛПФЛ, Правда, Целите.